Продолжение следует... Первый пункт. Проблема литургического календаря и его преобразование вписываются в конфликт, присущий любой религии и любой культуре. Конфликт между старым и новым, между традицией и ее преобразованием. Новизна Евангелия была одновременно вызовом и проблемой для первых христиан, не только для их современников, которые обвиняли их в том, что они распространяют новые учения, но и для них самих, для их привычек и чувства безопасности. Новизна, как бы относительно она ни была, но это вопрос исторической перспективы. Всегда устрашает, так как она расшатывает систему безопасности, в которой люди приютились. Она всегда была источником конфликтов и разделений, потому что делила людей на ее противников и сторонников. Новизна, как кажется, противостоит традиции, тому, что передавалась из поколения в поколение. Только при этом забывается, что однажды в определенный момент эта самая традиция воспринималась как новизна или, по крайней мере, как обновление или преобразование прежде существовавшей действительности. Но видимое противоречие между традицией и новизной должно быть сразу устранено, так как оно основывается на неверном понимании обоих терминов. Новизна Евангелия не чуждое тело, вторгающееся в традицию. Она приносит обновление изнутри, подобно источнику, который начинает бить с новой силой. Новизна Евангелия не отменяет старого, а преображает его, обновляя глубоко изнутри. Там, где обновление оказывается вторжением в традицию, традиция либо уже иссякла, либо это обновление действительно оказывается абсолютной новизной безорганической связи с традицией. Для апостола Павла принятие того нового, что приносит Евангелие, означает прежде всего изменение внутреннего человека, преображение через обновление ума человека в той конкретной ситуации, в которой Господь его призвал. Наблюдение за особенными днями, новолунием, временами года и годами является проблемой, только если оно затмевает истинную суть Вести Христовой, непрестанную память о ней, препятствуя экзистенциональному устремлению к обновлению. А что же сегодня? Что апостол Павел сказал бы нам сегодня? Он, вероятно, убедился бы в том, что все его усилия были напрасны. Проблема общего календаря — очень старая проблема. Древняя проблема, которая, как противоположность обновлению, стала символом известного понимания традиции. Действительно, если в первые века существования Церкви люди активно искали решение проблем, то сегодня сама идея, что может существовать какая-то проблема, бросает подозрения на тех, кто пытается ее решить. Должна быть очевидна нелепость того, что в мире, где только одно Солнце и одна Луна, с помощью вычислений, основанных на одних и тех же данных, ротации, мы приходим к таким разным результатам, как юлианский и григорианский календари. Впрочем, сохранение этой разницы объясняется только причинами, не имеющими ничего общего с данными настоящей ротации. Вычисление календаря дало астрономическую независимость логике литургического развития, и мы пришли к литургическому календарю, который, как и сама литургия, зависит исключительно от собственного видения Церкви, распространяющегося и на многие другие аспекты ее жизни. Проблема общего календаря является также частью более обширной проблемы разделения Церкви и прерванного общения. По этой причине, там, где нет настоящего желания восстановить общение, определение общей даты празднования Пасхи не только невозможно, но и просто бесполезно. Второй пункт. Несовпадение календарей – проблема, которую нужно рассматривать в рамках более широкой проблемы богослужебного и церковного развития. Надо отдавать себе отчет в том, что вышеописанное положение есть именно то положение, в котором сегодняшние верующие были призваны Господом. Внутри этой специфической ситуации, которую некоторые считают проблематичной, верующие должны принять новизну Евангелия во Христе, должны быть преобразованы через обновление своего ума. Становится ли от этого проблема общего календаря относительной? Да, в некотором смысле. Потому что установление общего календаря между церквами ничего конкретно не изменило бы в их жизни и жизни верующих, так как каждый крещенный во Христе человек остается с той особенной миссией, которая ему поручена независимо от того, признано ли его крещение другими церквами. Экклезиологическая и сакраментальная самостоятельность каждой церкви преодолевается практически подражанием Христу и вовлечением в служение Христу, крещенного в той церкви, с которой мы не находимся в общении. И я говорю прежде всего о католической церкви, членом которой я являюсь. В этом контексте установление общей даты празднования Пасхи было бы радостным символом сближения между теми, кто раньше полностью не признавал друг друга крещенными во Христе, но при том условии, что это был бы шаг к полному восстановлению общения. В противном случае лучше продолжать поздравлять друг друга с Пасхой в нужный момент, так как здесь, по крайней мере, есть настоящая взаимность, состоящая в том, чтобы не забыть о календаре другого. Применительно же к проблеме разницы в календарях, можно сказать, что простое принятие другого календаря или его формальная корректировка напоминают упущенный поезд. Сегодня возможна только настоящая реформа. Прежде всего, реформа литургического мышления, христианского восприятия времени и понимание связи между традицией и обновлением в свете памяти о Христе. Стараясь урегулировать лишь симптомы плохо управляемого развития, отдельная реформа календаря приведет только к новым расколам, без всякого восстановления общения. Таким образом, разница календарей является только плодом литургического развития и должна рассматриваться только в контексте этого развития. Третий пункт. Об отклонениях в развитии временного аспекта византийской литургии. Развитие литургии произвело много проблем, или уставных аномалий, среди которых календарный вопрос не самый примечательный. Попробуем перечислить некоторые из них, ограничиваясь временной сферой. Вопрос о целесообразности несоответствия между настоящим временем и временем литургическим, существует во всех литургических традициях. Проблема состоит, тем не менее, не столько в совершении определенного богослужения в непредусмотренное время. Речь идет о смысле суточного богослужебного круга. Должен ли он освещать время или освещать жизнь? Согласно Роберту Тафту, суточный крок богослужения представляется как обращение к Богу в начале и в конце каждого дня. Как всякая литургия, он призван прославлять и одновременно выявлять в ритуальных моментах, что есть и чем должна быть христианская жизнь. Жить памятью о воскресшем Христе, осуществляя свое царское священство в силе Духа Святого. В этом смысле такой литургический ритм, в котором утреннее служится до или незадолго после заката солнца, а вечернее служится, когда солнце в зените, не обязательно помеха. Более затруднительный случай, когда утром совершается литургия прежде освященных даров. Действительно, этот обряд вечернего причащения тесно связан с упражнением в посте во время Великого Поста. Первый и последний прием пищи осуществляются только после вечерни и причащения, и, следовательно, после них. Если литургия прежде освященных даров служится утром, в то же время, в которое полную божественную литургию совершают в течение года, смысл педагогики поста сильно умаляется. Соображение пастырского характера, как дать возможность приобщиться тем, кто работает и не может соблюдать пост до вечера, не вполне удовлетворительны. В монастырях тоже обычно служат эту литургию до обеда, хотя от монахов можно было бы ожидать более точного соблюдения поста. А что касается тех, кто работает, им, кстати, наверное, удобнее прийти в церковь вечером после работы, уже поевши, чем в середине утра. Таким образом, оказывается, легче применять экономию ко времени, чем к соблюдению личной сакраментальной дисциплины, освобождая людей, а то и категории людей от полноценного соблюдения правил поста. В контексте совершения таинств можно еще наблюдать проблему служения подряд нескольких служб, которые изначально распределялись по разным дням. Например, обряд крещения часто объединяет в себе все службы, которые в требнике сопутствуют рождению и первым дням жизни новорожденных. В одном обряде сливаются молитвы восьмого дня, сорокового дня, начало и окончание прохождения оглашения, непосредственная подготовка к крещению, само крещение, омовение восьмого дня и даже постриг первых волос. В требнике есть также молитва на снятие венцов на восьмой день после обряда брагосочетания или венчания. Поскольку этот обряд больше не соблюдается, молитвы читаются сразу после отпуста или просто опускаются. За века литургического развития службы разного происхождения были иногда приставлены одни к другим, дублируя друг друга или создавая внутренние смысловые конфликты между собой. Например, система евангельских чтений в Великий Четверток и Великую Пятницу. Они проистекают из двух разных и самостоятельных литургических традиций — Иерусалимская и Константинопольская. А небезвидимых проблем сочетаются в уже очень нагруженной страстной седмице. Их красота помогает верующим погружаться в таинство. Однако сочетание вечерней и литургии Великой Субботы с одной стороны и пасхальной утренней с другой не так удачно. Во время вечерней Великой Субботы в Константинополе совершались крещения, и последующая литургия гармонично сочетала в себе все черты пасхальной литургии. Ею завершался пост. Введение светлой заутренней палестинского происхождения в пасхальную ночь ослабляет смысл древней константинопольской пасхальной службы, продлевая пост до полуночи и подрывая конкретное осмысление сакраментального характера пасхальной тайны. Привожу данное перечисление не для того, чтобы подчеркнуть относительность календарного вопроса, сказав, что проблем и без того много, и так будет всегда, но для того, чтобы мы снова отдали себе отчет в том, что проблема даты празднования Пасхи отвлекает нас от настоящей литургической проблемы нашего времени, многовековой проблемы. Действительно, наша проблема состоит в том, что наше понимание Христовой тайны и спасения слишком опираются на историю. Можно было бы сказать, что надо перестать тянуть быка за хвост и научиться брать его за рога. Четвертый пункт. Без глубинной реформы литургического устава реформа литургии в целом и литургического календаря в частности не удастся. Как говорил Александр Шмеман, христианство не преобразило время, а преобразило календарь, тогда как должно было быть наоборот. Преобразовать время — это значит наполнить его Христовой тайной, провозгласить во времени не его отмену, а его исполнение приходом Царства. Исполнять во времени то, что Христос делает и продолжает делать, быть во времени памятью целостного Христа, живя вестью о спасении, не означает поделить литургический год на ежегодные праздники, для того, чтобы вспомнить прошедшие события. Это означает изначально изменить наше понимание времени и преобразовать наше религиозное естество, связанное религиозными обычаями, в живое тело Христова в мире этого времени. Когда мы покидаем Церковь, Евхаристия и литургический праздник не только продолжаются, но действительно исполняются. «Жизнь христианина есть единственный настоящий праздник», как говорил Фёдор Студит. «Этот праздник проявляется в двойном христологическом характере общения святых, в единстве крещенных между собой и во Христе, которое является условием того, чтобы, участвуя в трапезе Господней, мы не были осуждены». Реформа литургического календаря или любого другого аспекта богослужения, если только целью реформы действительно является христианская литургия, предполагает, что сначала был реформирован литургический человек, или хотя бы, что существует намерение его реформировать, или, по крайней мере, что проблему осознают и не отрицают. Место и время подобной реформы не собор и не церковный документ, и даже не новое издание богослужебных книг. Место и время этой реформы местная церковь, приход, община, семья, собранные для совершения еженедельной воскресной Евхаристии. Реформаторы в этом важнейшем преобразовании епископ, настоятель, родители, ответственные люди на каждом уровне. Провести такую реформу означает прежде всего распространить качество реформаторов на тех, кто являются объектами реформы. Потому что воспитывать не означает просто теоретически показывать все виртуально возможные выборы, но вводить людей в жизнь и передавать им память о Боге в повседневной жизни. Реформа литургического человека происходит через осознание своей личной ответственности и того, что он является носителем Тайны Христовой и Его Благовестником. Таким образом, первым шагом к литургическому обновлению и обновлению христианской жизни могла бы быть не реформа воскресной литургии, а реформа воскресного собрания через пробуждение сознания верующих и духовенства, так как еженедельное пасхальное торжество не менее важно, чем ежегодное пасхальное торжество. Благодаря системе Актоиха, цикле воскресных Евангелий, литургическим текстом, обрядам, вспомним один только Великий Вход. В византийской традиции в большей степени, чем в какой-либо другой, каждое воскресенье празднуется единая пасхальная тайна. Отношение к празднику Пасхи как к ежегодному исполнению нашего обрядного долга это символ того, о чем Александр Шмеман говорил, что христианство не должно было стать религией. Заново открыть для себя значение воскресного дня и его пасхальный характер через еженедельное участие в нем, вот что способствовало бы пробуждению христологического сознания верующих и их ответственности в исполнении своего долга быть присутствием Христа в мире. К тому же, в отличие от праздника Пасхи, воскресный день собирает вокруг тайны воскресения христиан всех конфессий в один и тот же день во всем мире. Заключение. От реформы желательной к реформе неизбежной. В итоге, не будет ли проще перейти к общему календарю, чем к осуществлению реформы, подобной той, которую мы описали выше? Может быть. Тем не менее, установление общей даты Пасхи или восстановление общения между церквами, ведь именно эти цели обычно определяются в двухсторонних диалогах, относятся скорее к церковному деланию, чем к церковному бытию. И если члены одной церкви не готовы и не подготовлены к тому, чтобы этим заниматься, будет бесполезно и опасно каким-либо образом их принуждать, хотя это не повод умалчивать или отрицать настоящие проблемы. Но литургическая реформа больше затрагивает вопрос церковного бытия, чем вопрос церковного делания. Посредством реформы церковь призвана ежедневно уподобляться образу Христа, очистить передачу своей памяти, свою настоящую традицию, восстановить литургию как служение в Духе и Истине. В отличие от реформы календаря, в реформе литургии и литургического человека речь идет о верности церкви своему призванию. Если она хочет остаться верной своему призванию быть телом Христовым в мире, церковь может не менять календарь, но она не может отказаться от собственного реформирования в широком смысле слова, ни от обновления всех аспектов своей жизни, в том числе литургии. Продолжение следует...